Второй центр диабета открылся в Алматы. Медицинское учреждение будет функционировать на базе одной из частных городских клиник. В организации планируют принимать пациентов как по квотам, так и в рамках грядущей системы обязательного социального медстрахования. На сегодня по стране более 350 тысяч человек страдают сахарным диабетом. Из них 30 тысяч живут в Алматы. Насколько важно создавать центр для людей с таким недугом, расскажет Анастасия Яцун. Стационар нового диабетического центра, который был создан в рамках государственно-частного партнерства, рассчитан на 25 мест. Ежемесячно здесь планируют принимать до 100 пациентов, в год свыше тысячи. С нового года в учреждении будет действовать система обязательного социального медицинского страхования. Мы будем брать тех пациентов, от которых по тем или иным причинам могут отказаться в городе другие стационары. Система обязательного социального медицинского страхования подразумевает, вообще само по себе подразумевает то, что именно на заболевания, которые подлежат динамическому наблюдению, а сахарный диабет подлежит им, именно для этих заболеваний открывается вообще зеленый свет. Почему? Потому что самый больший процент инвалидизации предлагают именно эти заболевания. По словам врачей, распознать сахарный диабет очень просто. Первые симптомы – усталость, жажда, сухость кожи, резкая потеря или набор веса. Можно также дважды сдать кровь на экспресс-анализ, чтобы знать наверняка о своем диагнозе. Провериться на диабет очень просто. Сдайте капельку крови. Это несколько секунд. И вам скажут, что у вас с сахаром в крови. Во-первых, надо сдать не один раз, чтобы убедиться, что это не случайность. Во-вторых, надо бы сдать натощак. И надо бы сдать после еды. Алматинец Тимур Галеев болеет сахарным диабетом уже 19 лет. При этом врачи до сих пор не установили, какой именно у него тип диабета, из-за чего мужчине приходится вводить разные дозировки инсулина по своим ощущениям. Мужчина считает, что в Казахстане необходимо открыть больше центров диабета, чтобы повышать грамотность самих же больных. Таких центров нужно чем больше, тем лучше. Потому что, как бы там ни было, все это мы знаем, диабет прогрессирует. Все больше и больше становится больных с сахарным диабетом. И такие центры нужны, чтобы реально здесь и подлечили, и провели обучение. Потому что очень много, я так по себе ставлю, очень много диабетиков реально безграмотных. Принимать первых пациентов в центре диабета начнут в ближайшую пятницу. До конца года здесь планируют отправить на реабилитацию по квоте до 50 человек с диагнозом сахарный диабет. Анастасия Яцун, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.